С погодой нам, конечно, в этот раз не очень повезло, но, тем не менее, я думаю, что наше очередное путешествие, путешествие программы «От края до края» получится не менее интересным. Я Алик Исаев, друзья, здравствуйте! На этот раз мы забрались на самую границу Ставропольского края, в Курский район. Этот район граничит с нашими кавказскими соседями, республика Кабардино-Балкария, Северная Осетия Алания и, конечно же, Чечня. И первая интересная особенность этого района, что наши жители, жители Ставропольского края, да и вообще всей России, до сих пор не определятся с названием, с ударением в названии, как правильно говорить, Курский или Курской. Даже здесь, на стеле района, написано Курской район. Но я хочу сказать, что есть задокументированный факт, когда в 1935 году советская власть приняла решение, что район будет Курским и точка. Как образовался этот район? В конце 18 века император Павел I дал указание губернаторам средней полосы России переселить в Северный Кавказ несколько сотен крестьян. Поэтому жители Курского района, куряне, они считают своими предками выходцев из Воронежской, Саратовской и Белгородской областей. Нас сегодня с вами ждет очень много интересного. Поехали! 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 А начнем мы наше путешествие, друзья, с уникального музея военной техники под открытым небом. Такой экспозиции нет больше, пожалуй, нигде в Ставропольском крае и в ближайших регионах. К слову сказать, Курский район – это единственное место на Ставрополе, где шли ожесточенные бои в годы войны. В конце 1942-го, в начале 1943-го здесь погибло около 40 тысяч солдат. Проходили все эти бои зимой и солдаты, и наши советские, и гитлеровские войска, мертвые солдаты, оставались лежать здесь вплоть до весны. И только весной люди начали собирать и хранить их в общей братской могиле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, вот здесь на улице представлены только два экспоната. Это газ, который колесил по дорогам нашей страны в 50-х, 60-х годах, перевозил зерно, да и вообще был рабочий лошадкой. Он прибыл сюда из Волгограда, работники полностью его перебрали, покрасили, и теперь он на ходу. А вот эта уникальная машина – это бронетранспортер фашистских войск. Уникальная история этой машины. Местные рабочие села Ростовановского изучали в интернете чертежи этой машины и сами ее собирали. Единственное, что здесь от наших советских машин – это мотор и, конечно же, передний мост. Но самое главное, что вся вот эта техника – она на ходу. И по праздникам здесь, в Ростовановке, устраивают целый парад из вот этой вот старинной техники, что приводит в восторг и жителей, и, конечно, ребятишек. Никогда не думал, что фамилия Исаев не пригодится, но вот, видимо, так должен выглядеть штандартенфюрер Штирлиц в годы Великой Отечественной войны. Здесь, в станице Ростовановской, воссоздали полностью все костюмы, автомобили благодаря председателю этого замечательного колхоза Виктору Затолокину, что ему односельчане безмерно благодарны. Настоящий автомат мне, конечно, не дали, дали муляж, но при всем желании можно получить настоящий, наверное. А вот эта каска, друзья мои, это настоящая каска времен Великой Отечественной войны. И еще хочу добавить, что здесь, кроме вот этой формы офицера фашистской армии и формы солдат немецких, тоже есть. Оператор Александр Колодко, вы арестованы. Вот именно на таких черных воронках во времена Сталина приезжали за врагами народа и забирали их в места не столь отдаленные. В данном случае это будет Александр Колодко, наш оператор. По территории Курского района протекают такие известные реки, как те реки Кура. И на Куре есть шесть водохранилища, два из которых находятся на территории как раз Курского района. И рыбный сезон, он открыт до сих пор, и рыбы здесь еще со старых в регион немерено, как говорили. Здесь и сазан, и лещ, и множество сомов, поэтому богатый урожай у рыбаков, наверное. Ну, подходить спрашивать не будем, чтобы не мешать рыбному ловле. Раньше, в 17-19 веках, вот то место, где я сейчас нахожу, было заполнено водой. Именно здесь находится пойма реки Куры. Сейчас она очень узенькая, но вот на этом месте раньше даже ходили баржи, потому что очень много было по реке Куре, стояла мельница, и вот от одной мельницы к другой передвигались баржи. Река Кура, она сама по себе уникальна для этого восточного района, потому что восточные районы Ставрополя, как правило, они очень засушливые, и растительности, особенно лесов, там днем с огнем не сыскать. А здесь, по берегам реки Куры-Куры, достаточно много лесов и даже заказников биологических. Но самое главное богатство, еще раз повторюсь, этих мест и этих рек, это, конечно же, рыба, кое здесь просто немерено. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Куре-Куре. Районный дом культуры, станица Курская. Конечно, здесь просто скорбище талантов. Здесь и танцуют, и поют, но мы сюда сегодня приехали не за этим. Здесь, в доме культуры, в маленькой комнатке находится уникальный музей киностудии «Кадр». Пока он располагается в этой маленькой комнатке, но в будущем администрация района планирует перенести это все в местный кинотеатр, для того, чтобы уникальные экспонаты этого музея были доступны всем жителям Ставропольского края и не только. И вы сейчас поймете, в чем его уникальность. Здесь, на этих полках, собрано несметное множество кино- и фотоаппаратов и монтажных столов. Все, что связано с производством кино, все, что связано с этим замечательным изобретением человечества – синематографом. Ну, вот, допустим, киномонтажный стол. Здесь их четыре, и все они разного времени. И если вот этот вот электрифицированный, сюда подводится электричество, вот таким вот образом. Сейчас я попробую все-таки. Вот, мотается пленка, просматривается. Ну, вот здесь единственное, что перегорела лампочка. И если нужно склеить эту пленку, то ее брали вот таким вот образом на специальный утюжок, который разогревался. Вот сюда вот вставляли, отрезали и спаивали. Вот такое вот чудо. До сих пор сохранилось, все это дело работает. А вот здесь, если это монтажный стол 80-х годов, друзья, то здесь монтажный стол еще 60-х годов. Отсматривали пленку вот через этот маленький-маленький окуляр. Причем для того, чтобы было видно, что на пленке отснято. Здесь есть зеркальце, ловили солнечный луч. И вот этот вот маленький утюжок нагревали с помощью спички или свечи. И потом склеивали пленку. Еще из уникальных экспонатов этого музея, ну вот мне, например, бросилось в глаза вот такой вот... Вы думаете, это просто коробочка? А это на самом деле фотоаппарат. Вот такая вставлялась сюда маленькая пленка на 20 кадров. И все очень просто фотографировалось. Такой шпионский аппарат. И экспонатов просто великое множество. Вот еще один такой же. Но самое главное и уникальное, что все они, дорогие друзья, работают. И мы, к сожалению, не смогли сегодня застать этого уникального человека, который все это собрал здесь, в этом Доме культуры. Это Николай Петрович Шаула. Я думаю, что все жители станицы Курской, Курского района и Ставропольского края должны быть благодарны ему за то, что он сохранил и собрал для потомков вот это историческое наследие. Субтитры создавал DimaTorzok Памятник убрали за одну ночь. Но самое интересное, с той поры вот в центре этого газона, где стоял памятник, как говорят местные жители, не растет никакая растительность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok